Клиника диагностическая лаборатория принимает пациентов по новому адресу. Лаборатория разместилась на первом и втором этажах в центральной части корпуса Ненисской окружной больницы на улице Авиатров 9-Б. Насколько комфортно теперь новоселам на новых площадях? Импровизированную экскурсию по кабинетам для нашей телекомпании провела заведующая лабораторией Екатерина Брусенская. Переезд клиника диагностической лаборатории занял несколько дней, но для пациентов остался практически незамеченным. Просто с понедельника анализы стали принимать по другому адресу – Авиаторов 9-Б. На первом этаже сразу налево табличка крупными буквами. Каждое утро с 8 часов, как и прежде, здесь принимают биологические материалы на исследование. Вот это наша мочевая станция, вот из этого окошечка они берут. Вот это наша мочевая станция, и эта часть служит для микроскопии осадка мочи, а эта часть служит для химического исследования мочи. У нас стоит приборчик, приборчик для определения наркотических веществ. Вот это скрининг наркотических веществ проводится вот на этом приборе. Вот эта центрифуга, она служит для того, чтобы проводить отдельные виды исследований для микроскопии мочи. В частности, микроскопия мочи пони Чепаренко – это центрифуга. На первом этаже также расположилось оборудование для определения наркотических веществ в моче. Оно приобретено по президентской программе наркологической и психиатрической помощи. Два газовых хроматографа на случай, если один выйдет из строя, его заменит другой. Каждый одновременно может обработать до 14 проб за один раз на один и тот же ингредиент. В день в лаборатории в среднем исследуются от одной до семи проб. Вот этот анализатор тоже поступил по президентской программе наркологической и психиатрической помощи. И служит он для определения вещества со сложным названием, которое служит для того, чтобы дифференцировать, это человек страдающий хроническим алкоголизмом или нет. Кроме того, в лаборатории для вспомогательного оборудования отвезено специальное помещение. В нем, например, расположился вот этот вытяжной шкаф. Когда приезжал методист, инженер, аппликатор так называемый, который обучал нас тому, как работать на газовых хроматографах, когда он увидел этот вытяжной шкаф, он очень удивился, очень порадовался за нас. На втором этаже гематологическая лаборатория. Именно здесь, в двух просторных кабинетах, происходит забор капиллярной крови на глюкозу и общий анализ крови. За одним столом производится забор крови, а уже исследование крови производится на другом столе. Вот это одно из самых важных новшеств соблюдения санпиновского режима. Здесь, в отдельном помещении, находится высокопроизводительный гематологический анализатор. У каждого отделения оборудованы моечные комнаты, всего их три. Теперь, по мнению специалистов, лаборатория соответствует всем существующим нормам. И чтобы держать планку, надо своевременно модернизировать оборудование. В среднем срок службы приборов – пять лет. У нас есть вопросы еще по некоторым анализаторам, которые требуют незамедлительной замены. Ну, понимаете, у нас есть анализаторы, которые работают с 2006 года, ну, по 12 лет уже. У нас есть анализаторы, которые тоже работают с 2006 года, и они являются полуавтоматами. Но не пользуются сейчас полуавтоматами, где вот так вот вручную нужно раскапывать. Нужно, конечно, переходить на автоматические системы. И вот к этому мы будем стремиться. В середине ноября ожидается открытие еще одной лаборатории биохимической. Она также будет расположена на втором этаже. Сейчас идут работы по ее оборудованию. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.